друзья всем привет в этом видео я хочу ответить на вопросы которые мне задала одна из зрительниц подписчица нашего канала значит в своем сообщении мне вконтакте в котором затронула несколько вообще как бы тем вроде бы вопрос один но тем достаточно много я сейчас вам прочту этот комментарий точнее комментарии а сообщения с вопросами значит георгий добрый день расскажите пожалуйста о своих принципах пересадки орхидеи у вас огромное количество на канале всевозможных пересадок орхидеи как вы решаете какую во что и как пересадить какие грунты самые подходящие для орхидеи и какие именно вам больше всего нравятся и если можно то с вариантами и примерами ваших посадок и вот я сегодня здесь на столе собрал несколько орхидеи в нескольких вариантах посадок но опять это тоже не все но вот так чтобы знаете поместилось в кадр и это наверное а с одни из основных может быть но тоже не все в общем несколько посадок которые покажу и отвечу значит на вопросы ну первое значит как я решаю во что и как посадить у меня на канале уже было видео в котором я рассказывал о том что на самом деле на вот главная ошибка всех архаманов которые только вот увлеклись орхидеями почему у них погибают корни орхидеи у орхидеи сами орхидеи они сажают и в то и сажают и в это и значит задаются вопросом что вот такой грунт неправильный это неправильно не то правильно и я отвечал на этот вопрос говорил что неважно на самом деле во что сажать орхидеи важен уход за орхидеями и в первую очередь это полив так вот значит отсюда следует следующее что все мои посадки в которой я сажаю орхидеи это в первую очередь моя возможность даже не так неправильно а моя возможность просто ухаживать за орхидеями в части полива то есть я сажаю орхидеи в то в чем смогу безболезненно и беспроблемно для орхидеи обеспечивать ей правильный полив потому что посадить можно все что угодно но первое у нас ну по счету разные климаты на страна огромная на тысячи километров и по ширине и по высоте занимает до по ширине и по длине вот и соответственно где-то у кого-то солнышко больше где-то солнышко меньше на вот хотя это можно компенсировать я уже рассказывал освещением дополнительным да у кого-то холоднее у кого-то теплее это тоже можно компенсировать сейчас сплит системами обогревателями да у кого-то высокая влажность у кого-то низкая влажность вот например как вот у нас в регионе это с этим сложнее уже бороться да то есть если например ну можно конечно вот в регионах где высокая влажность покупать сплит системы осушающий воздух да а там где низкая влажность покупать увлажнители воздуха но это так тоже такое себе знаете ну дорогое удовольствие поэтому тоже эти условия влияют на то как в домашних условиях растить орхидеи самое главное это вот да во что посадить орхидею чтобы обеспечить правильный полив и соответственно оборот то есть посадив в той или иное орхидею подобрать ей тот или иной полив вот собственно отсюда вот я и как бы подвожу к тому что я сажаю орхидеи в то во что смогу обеспечить нормальный полив орхидеи они у меня не засохнут и они у меня не будут перелиты а так собственно говоря сажать можно во все что угодно вот это первый момент второй момент значит сажая во все что мне нравится то есть не то что значит в первую очередь нравится орхидеи а в то что нравится мне значит что я имею ввиду сажать просто в одну кору допустим предварительно сваренную несколько часов это грустно это скучно ну да для кого-то это норма это оптимально и так далее там подобные для меня это еще ну уж наверное более 10 лет назад стало знаете как-то ну грустненько поэтому стал экспериментировать с различными посадками вот даже не так возможно гонясь за тем чтобы орхидеям было лучше раз гоняясь за тем чтобы мне было легче два ухаживать за орхидеями а ну и в третье это интереснее да чтобы разнообразить я и начал выдумывать придумывать какие-то там разные грунты дополнительные какие-то добавки в грунты и так далее там подобное вот отсюда и соответственно разнообразие разных посадок вот это второй момент и соответственно раз уж я как бы ну получается там цветочный блогер орхидейный блогер да мне хотелось бы и цель канала была поделиться опытом да и не навязывать на канале лишь только одну какую-то ну один вариант ухода за орхидеями да то есть вот классический кора и периодическое замачивание орхидеи в коре вот но для меня очевидно что значит это не орхидеи нравится кора вот и не орхидеи нравится замачивание это просто оптимально но один из вариантов подобранной ухода тем человеком которому удобно так ухаживать за орхидеи потому что орхидеи они растут вот и в керамзите вот и в серомисе и закрытой системе в чистой одной архиате и в керамзите с пеностеклом и древесным углем и в обычной коре в самой обычной с мхом в закрытой системе и в циолите с кокосовыми чипсами и просто просто в одной коре вот здесь я все орхидеи покажу потом а вот я их здесь собрал как у них корни выглядят как они себя чувствуют вот это вот значит эти все посадки они обеспечивают орхидеи и без разницы в чем расти главное чтобы ей постоянно поступала влага да чтобы корни дышали и были во влажной среде потому что корни они это фаленопсисы а это эпифиты корни у них растут не в плотном грунте вот корни растут во влажной среде они должны дышать воздухом и в то же время корни должна окружать именно влажное не мокрое хотя они могут при расти и в воде как у кувшинки какое-то время жить у нас такой эксперимент был и в открытой системе тоже такие способы выращивания орхидеи но это в большинстве своем а во влажных климатах влажных где орхидеи вот в пустых емкостях растут прекрасный периодически там 0 замачивают их в воде да там или на дно наливают там чуть-чуть водички и они прекрасно себя чувствуют но в моем климате где волгоградском астраханском ростовском ставропольском северная часть краснодарского края калмыкия значит какая-то часть казахстана значит в этих регионах где порой влажность опускается не то что ниже 20 процентов она бывает и 76 вот я не раз фиксировал по полтора два месяца два года подряд такая влажность у нас была я о чем я рассказывал показал на другом нашем канале который называется жизнь дни орхидея моей жизни вот и там показывал видео прямо с результатами такой влажности то в такой влажности конечно с открытой корневой системой орхидеи будет не очень удобно ухаживать можно но это часто поливать и проблема трудоемко отсюда соответственно и решение во что посадить орхидеи такое чтобы обеспечить дыхание корням раз и влажность и соответственно еще один момент чтобы в этой посадке орхидею можно было поливать с той же периодичностью что и основную массу своих орхидей потому что в принципе можно посадить в чистый керамзит одну орхидею да а другой орхидею в мох или допустим не в мох а вот в кору да вот вот две орхидеи допустим возьмем одна вот у нас в керамзите вторая в коре вот если взять вот эти две орхидеи и и а первый раз полить вот сейчас то керамзит просохнет буквально через там два-три дня уже эту орхидею нужно опять будет поливать кора у нас просохнет через неделю через семь дней то есть получается что вот эту мне надо два раза в неделю поливать вот эту вот раз в неделю на вот если я добавлю сюда мох в эту кору то влагоемкость увеличится я уже буду не раз в неделю поливать орхидею там раз в десять дней если сюда мог добавлю тот ну соответственно тоже но вот допустим у меня керамзит и мокрый не мокрый ну либо мокрые пяточки либо фитиль он обеспечивает постоянное питание водой орхидеи и таким образом я могу не обращать внимание на чистоту полива потому что всегда вода есть вот она и уже замачиваю верхние корни там раз в неделю раз в две недели зимой вот то есть вот так вот я принимаю решение да еще на опять же немаловажный немаловажный момент на то во что посадить орхидеи это конечно же еще раз говорю влияет и разнообразие то есть не хочется сажать в одно и то же хочется какие-то другие грунты чтобы интерес был понимаете но это как знаете вот вы научились кататься на лыжах вам уже этого мало да вам нужно катясь на лыжах какой-то финт сделать да где-то как-то так вот какой-то там крюк еще чего-нибудь подпрыгнуть и на велосипеде то же самое то есть уже хочется чего-то такого знаете это ну и плюс соответственно это составляющая во всем этом главное это то что у нас орхидейный канал вот и хочется на канале этом поделиться знаниями опытом что как в чем можно орхидеи сажать как за ними ухаживать и как они себя чувствуют вот например у нас орхидея которая уже несколько лет но сейчас она у нас подсыхает для того чтобы отправиться к новой хозяйке вот это орхидея у нас растет керамзит пеностекло и древесный уголь уже много-много лет вот это юпин фаерфокс беглипчик вот и вот такой вот он смотрите как прекрасно себя чувствует орхидея в этом грунте но этот грунт друзья эта цена постоянно либо на на в моем климате держать орхидею на мокрых пяточках частые замачивание и так далее там подобное то есть очень такой знаете трудоемкий полив это за этой орхидеи немного чаще чем остальным но тем не менее вот она прекрасно себя чувствует вот корневая то есть орхидея идет года четыре наверно здесь точно в этой посадке сидит орхидея это уже ее будет новая хозяйка тормошить и пересаживать а другое до орхидея это это в коре варенки вот наверно года два уже сидит орхидея тоже прекрасно себя чувствует на дно наливаешь водички иногда орхидея питается потом раз там в два в три месяца но нет это я лукавлю раз наверное в полтора-два месяца полностью заливаю вот так вот водой и замачу потом сливаю орхидея долго стоит долго стоит просыхает потому что закрытая система и нету дренажных отверстий здесь кора вареная и мох вот представляете то есть посадив такую посадку где-нибудь в санкт-петербурге и орхидея с большей вероятностью сгниет вот дальше ну керамзит уже показывал здесь на мокрых пяточках плюс еще естественный фитиль орхидея выпустила свой корешок но орхидея тоже нравится она тоже мы ее пересаживали в прошлом году четыре с половиной года это дастибель она росла до этого тоже у нас четыре с половиной года в керамзите и когда пересаживал задал вопрос подписчикам зрителям ну что будем с ней делать две у меня в керамзите пересадим до большинства давай дальше пересадим керамзит и будем смотреть вот она уже с прошлого года ведь 16 октября 23 года здесь растет до этого четыре с половиной года росла в керамзите и вот сейчас растет и вот нормально вот на фитиле здесь это я сейчас показываю и стараюсь ответить на вопрос уже какие грунты самые лучшие когда вот задают мне я говорю лучший тот грунт в котором вы сможете обеспечить орхидеи правильный уход именно полив так вот серомис у нас серомис серомисе вот так корни серомис это кора с примесью о таких вот кусочков запеченной глины но не глины не как кира уже керамика а такая глина который хорошо впитывает воду посмотрите какая прелесть вот так вот орхидея здесь у нас растет уже год вот она посажена в прошлом году было сюда вот в двадцать третьем году сейчас 24 серомис дальше просто наконец-то вообще классика это кора с единственным с единственным нашим открытием новшествам это фитилем из мх был фитиль вот тоже в прошлом году мы ее сюда пересаживали это отделяли эту орхидеечку сара-бланш вот вот такой вот у нее результат то есть тоже растет прекрасно себя чувствует просто обычная самая простая кора никакая не специально подготовленная кора просто кора то есть вот ну и еще добавим тоже наша придумочка вот это вулканический циолит вот он вот такие вот камушки вулканический циолит и кокосовые чипсы все больше ничего нет один к одному намешали вот так вот чувствует себя орхидея в этом году сажали ее маленьким подросткам вот она разрослась вот то есть я вот не скажу что какие грунты мои самые любимые потому что я так ну здесь вот просто закрытая система здесь тоже фитиль значит маховой фитиль закрытая система и архиата чистая архиата и вот посмотрите как орхидея уже наверно года два она здесь растет даже больше наверное это квин киз орхидея беглипчик ну да два года она точно здесь растет и вот она прекрасно себя чувствует вот то есть значит к чему я хочу вот это все веду то что но у меня как вы знаете не скажу что у меня есть какие-то любимые грунты мои все любимые грунты в каких у меня получается ухаживать за орхидеями поливать и орхидеи отвлекаются говорят что да нам хорошо в этом грунте он обеспечивает нам и стабильную влагу и стабильную аэрацию воздух да то есть и они ростом корней говорят спасибо то есть что им нравится вот и в общем мне тогда это становится грунт не то что любимый мне нравится вот вот смотрите сколько здесь разных грунтов и органические и неорганические разные варианты полива вот и все они мои ну мне нравится то есть сказать какой-то один самый любимый нет я сажаю в разные грунты мне нравятся разные грунты вот абсолютно разные вот главное чтобы орхидеям если орхидеям нравится то и мне нравится то есть ну что я имею ввиду под орхидеям нравится то что получается у меня получается у меня ухаживать за орхидеи в таком грунте вот так вот скажем тогда то есть компоновка его но для этого нужно понимать как сказать понимать влагоемкость компонентов их просыхание этих компонентов подбирать соотношение размера грунта к размеру горшка и к пучку корней которые но имеются у той или иной орхидеи чтобы вот все вместе вот это вот обеспечивала орхидеи влажную и аэрируемую среду вокруг корней которые мы опускаем в этот грунт вот собственно и все знаете как сказать на что я ориентируюсь какие принципы посадки вот в этом и заключаются принципы чтобы тот или иной компонент обеспечивал правильный полив который я осуществляю да там раз в неделю потому что еще раз говорю если прям совсем мелкий какой-то компонент взять то это будет уже вот будет меньше просыхать соответственно уже полив в две недели но тут можно за эти две недели пока будет испаряться могут во влажной среде корни успеть загнить потому что плохая аэрация мало света вода медленно движется вот то есть это все вот понимаете это как раз вот то что я и называю как научиться на велосипеде кататься вот это равновесие держать как научиться на плаву себя на воде держать да вот раз научился все ты уже понимаешь ну вот чего хотят орхидеи да чего хотят корни и соответственно исходя из этого понимания ты уже компонуешь эти грунты то есть я компоную если кто-то хочет услышать что я компоную грунт исключительно мне нравится не нравится нет я компоную исключительно по вот этим вот критериям это грунт должен своей влагоемкостью и размером обеспечить хорошую аэрацию и влагаю влагу орхидеи не мокроту а влагу не высушить корни а вот именно чтобы влажно было и при этом чтобы еще и воздух проходил между этими компонентами не знаю вот такой вот у меня будет ответ сейчас я еще раз прочту комментарий посмотрю на него взгляну а вот все ли на все ли я ответил так как во что решаете какую именно в какую посадить вот именно значит как решаете какую во что и как пересадить ну так решаю просто решаю не потому что вот на нее смотрю если у нее первую очередь решаю наверное знаете ну вот уже надоело сажать в этом не хочу что-то новенькое разнообразить соответственно беру новые какие-то компоненты смотрю на эти компоненты смогут ли они обеспечить мне полив раз в неделю летом или там раз в две недели зимой окей беру этот комп этот компонент да вот вот я сейчас вам показал вот во все вот во все в это же а можно сажать в любом регионе только полив будет уже другой понимаете освещение будет другое то есть все это тоже нравится орхидеям но при правильном поливе при правильном освещении и при правильной температуре так что еще ну вот собственно и все у нас на канале есть плейлисты на ю тубе это плейлисты в дзене канал орхидея и архомания ссылка на него в описании под этим видео там подборки на главной странице есть подборки вот в подборке мы заходим и тоже там есть пересадка орхидеи и значит в этой пересадкой орхидеи подборки плейлисты собраны все варианты посадок пересадок орхидеи вот где-то какие-то отдельно есть плейлисты и подборки это серами из для орхидеи отдельный плейлист отдельно орхидеи в керамзите это отдельная тема орхидеи в закрытой системе Это тоже отдельная тема Орхидея в циолите Вулканическом, это тоже отдельная тема И соответственно отдельные плейлисты У них можно зайти, посмотреть И обогатиться Нашим опытом Знаниями какими-то И что-то для себя полезное получить В общем, друзья, вот такое сегодня Получилось видео Всем хорошего настроения Надеюсь, ответил на вопросы Всем добра, здоровья и до встречи В следующих видео Всем пока